Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйхан. А я пару слов об этом. Это ты, начальник. Добрый день, дорогая церковь. Мы очень рады здесь у вас быть. Это для нас особенный подарок от Бога, такая возможность. У вас очень-очень такая прекрасная атмосфера. И действительно, когда попадаешь к вам, то ощущение такое, что ты уже одной ногой стоишь на Святой Земле. Такое приятное ощущение, праздничное, торжественное. И мы благодарны Богу за знакомство с вами. И очень надеемся, что по милости Божьей мы сможем быть благословением для вас. АПЛОДИСМЕНТЫ В этот тихий, спокойный вечер отложив все земные дела. Хорошо нам, спокойно вместе, и за это Иисусу хвала. Хорошо нам, спокойно вместе, и за это Иисусу хвала. Память нас возвращает былое, хоть нелегкая дорога была. Но сегодня мы славим Бога, и за это Иисусу хвала. Были беды, были незгоды, в море жизни бурлила вода. Солнце спрятали черные тучи, и за это Иисусу хвала. Было счастье немало, средь горя, были новых друзей имена. Восходили над нами зори, и за это Иисусу хвала. Восходили над нами зори, и за это Иисусу хвала. Поднимайте же вы же голову, исповедуйте веру свою. Вы же жители чудного города, что стоит на том берегу. Поднимайте же вы же голову, исповедуйте веру свою. Драгоценные жители города, что стоит на том берегу. Вот и тихий, спокойный вечер, отложи все земные дела. Хорошо нам спокойно вместе, и за это Иисусу хвала. Хорошо нам спокойно вместе, и за это Иисусу хвала. Смотрите, время не так много, поэтому я лучше петь не буду. Я вам оптом все песни дарю. Значит, вы можете скачать мое мобильное приложение. Это и для Android, и для iPhone. Кириллицы пишите Демидович, бесплатное приложение. И по вашей любой просьбе я пою все то, что у меня есть. Более 200 песен, пожалуйста. Есть песни, которые очень стали известными. Вы их узнаете там, но это не так важно. Что же важно сегодня? Я сидел и молился. На самом деле, время-то не так очень много. У вас, Валентин, большая вера, что Дух Святой, Он может в короткое время сделать много. Поэтому вы очень верующие люди. Спасибо вам за это. Смотрите, в чем смысл сегодня? Вот я пытался почувствовать, что же важно сегодня для нас понять. Вот, чтобы действовать. Почему это важно? Потому что мы сюда приходим, я надеюсь. Вот не просто мы же привыкли по обыкновению, шаббат, мы идем, все. У нас есть цель, правильно или нет? Какая у вас цель есть? Вот вы почему сюда сегодня пришли? Какой преследуете личный интерес? Поклониться Господу и Дух Святой скажет. Это значит, есть понимание, что Бог нас ведет. У Бога есть план для нас. Если Дух Святой говорит, значит, какая-то есть идея у Духа Святого. Поэтому очень важно, на самом деле, друзья мои, ожидать, что Бог скажет что-то о мою жизнь. Я люблю быть в новых местах. Почему? Потому что в новом месте у тебя есть невероятная возможность концентрированно выдать что-то, что тебе доставалось долго, дорогой ценою. И это сокровище, и это очень важно. И, конечно, за 30 минут это все равно сложно сделать, но я очень постараюсь. Первое, хочу обратить ваше внимание на время. Вот знаете, время, оно там, говорят, раны лечит, но Библия о времени очень много говорит. И есть очень понятный смысл. Екклесиас пишет в 3 главе, всему свое время. И мы это в жизни уже здесь, много людей, которые видели жизнь, мы увидели, что все хорошо в свое время. Иногда я смотрю, знаете, на человека, который забыл посмотреть в зеркало, ну там, допустим, 80 лет бабушка, найдет себя в розовом, с бантом, с таким, знаете. Думаю, ну классно, но вот ей по времени что-то уже надо другое. Ну согласны или нет? Не обижайтесь, если вдруг кто-то в розовом банта. Тоже можно. Но ты все-таки понимаешь, что-то эта бабулечка не успела в молодости сделать, получить. И ей обязательно надо быть вот сегодня так. Но все хорошо в свое время. И когда мы это понимаем, тогда мы свой сезон можем очень осознанно прожить и сделать правильные вещи в свое время. Меня пугают, допустим, холостяки там в 40 лет. У них есть непоправимая трагедия. Душа-то молодая, а он все еще хочет жениться. И он смотрит на 18-летних. Ему говоришь, Вась, а Вась, ну, ты как бы адекватно? Он, а что? А что? И он все время удивляется, почему с 30 они ему отказывают. До 40 он все время пробует, ему отказывают. Я говорю, Вась, время. Время ты свое пропустил, душа молодая, а ты уже не такой молодой. И вот эта поправочка, человек, если уже вовремя не сработало, он потом все время улетает в какой-то космос, и он страдает жизнью. Если мы весной не сделали что-то важное, то летом ничего не растет, понимаете? Мы вот как бы, как стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успело, осенью нечего копать. И вот поэтому очень важно понимать, что есть ему свое время. Лично я, как человек, верующий с детства, пережил несколько абсолютно разных, абсолютно, ну, таких вот понятных сегодня, особенно оглядываясь назад, сдалека разных моментов церкви. Я, верующий с детства, я застал советскую власть. Философия церкви в советское время была совершенно другой, чем сейчас. Мы не мыслили так, что нам бы ДК снять, нам бы евангелизацию сделать. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твою. Бог утрет всякую слезу на небесах. Мы держались, маленькая кучка, грубка. Нам нужно было выжить. Все вокруг враги. Государство было враждебно, люди были враждебны. Нас считали за секту. В 11 лет меня хотели забрать, у моего папы и мамы, послать в интернат. Но это Бог такой ход придумал красивый. Папа не добочал, что я талантливый человек. Мне нужно музыки учить. Поэтому город собрался, решили забрать. В последний момент передумали и сказали, пошлем учиться его в музыкальную школу, изучая советскую культуру. Он поумнеет и отстанет от этой секты. Советская власть исправно платила за мое музыкальное образование, чтобы я мог спеть вам сегодня. Потому что Бог определил меня писать песни. Поэтому все очень классно в свое время. И пришло новое время. В то время Бог стал в 80-е годы, в 81-83, Бог стал пророчески с нами говорить. И Он сказал, приходит другое время, будете арендовать дворцы культуры, стадионы, будут евангелизации, та-та-та-та. А мы думали, Боже мой, ну как это может быть? Но это пришло, друзья мои. Но я вам скажу, не все распознали это время. Особенно вот такие более консервативные церкви неряли. Это КГБ все придумал, чтобы вычислить, кто есть кто. И в общем-то они не вышли вовремя. В то время рождались церкви очень легко и быстро. Я помню, в 91-м году я собрал свою первую музыкальную евангелизационную команду. Кстати, Шалом называлась. Вот так мы по России ездили, а они думали, что мы с Украины в афишах на столе писали Шалом. Я говорю, какой Шалом, если Шалом? Ну, все-таки все тоже было правильно. И вот эта музыкальная команда, мы сделали тысячи евангелизаций. Реально, очень много людей пришло к Господу. Мы доехали до, вот даже Южно-Сахалинске были, в Кировограде были, в Киргизии были, по всей России были. И вот это было время евангелизаций. Вешаешь на тетрадном листочке объявления. Причем мы не стеснялись, у нас мы люди верующие, мы писали фестиваль христианской музыки. Но фестиваль выглядел так. У нас была такая Кассио, да? Она маленькая, я не знаю, там, наверное, две с половиной октавы было или что. И у нас не было ни одного фестивального музыканта, который мог бы двумя руками играть. Было два по одной руке, понимаете? И мы вот так вот, один, потому что один мог более-менее играть, но абсолютно не понимал, как это включать. А второй мог играть басовые вот партии и мог включать. Вдвоем они справлялись. И вы знаете, это так звучало. Люди приходили к Иисусу, музыканты приходили и говорили, какая вообще здесь музыка звучит. Позже я понял, думаю, боже мой, что это было? Мне кажется, Дух Святой может взять с помощью балалайки создать невероятное такое ощущение симфонии и всего тому подобного. В общем-то, атмосфера решала все. И вот это было время, друзья мои. Потом было время там институализации, школы, миссионерские всякие организации создавались, и все работает в свое время. А потом оно перестает работать. У вас бывало такое, что бизнес делаете, вот он идет, а потом он раз и не идет. Я коржи вафельные вот эти пек, такой радый, я такой состоятельный стал, деньги у меня были, все, я их пеку-пеку, потом продать не могу. И что я делаю? Я дальше их пеку, потому что, а что еще делать? Надо же как-то жить. А оно не продается, а ты печешь, и ты мучаешься, уже у тебя в хате, куда не глянешь, везде эти коржи стоят, понимаешь, и ты их продать не можешь. Пока тебе врубается, так, надо что-то другое. И так много раз в жизни было. Мы ставили евангелизационную палатку до последнего. Последние пять лет уже никто не каялся. Там еще бомжи заходили, а на самый последний раз нас угораздило, вот помните, Капитан Катани было это, сериал. Вот последняя серия, и в этот день мы назначили, вот палатку поставили и евангелизационное служение. Ни одного бомжа, нет, все где-то смотрели этот фильм, понимаете? И вот мы понимаем, стоп, это уже не работает. Это уже не работает. Церковь одна из самых консервативных, на мой взгляд, организаций, потому что мы так уверовали, что Бог неизменный, что думаем, что и мы меняться не должны. Вот как мой, один говорит, брат, мы 40 лет у вере стоим. Сестра отвечает, брат, лучше бы вы шли в это время, понимаешь? И вот мы взялись и думаем, вот так Бог всегда будет действовать. И уже все вокруг понимают, что не работают, а мы верой стоим. Меня всегда удивляет верующая пастора, которые, допустим, начали церковь, у него 20 лет ведет церковь, 15 человек, время от времени не меняется, он все верит, что надо просто еще дальше продолжать. Я говорю, Слава, пойди на работу. Там и люди есть, и может быть, ну и церковь начнет, а в полном служении, 15 человек, понимаешь? Я думаю, почему мы настолько консервативны и не понимаем, что все прекрасно в свое время? Господь там, дальше 11, говорит, ибо все он соделал прекрасным в свое время. Все хорошо, друзья мои, то, когда мы разбираемся, что и когда нужно делать. Вот смотрите, Давид помазан, но 20 лет бегает от Саула, по-моему, 20 лет, да? И вот приходит время уже воцарится, и вот начинается движение Божье, время приходит, стекается народ к Давиду. Написано там, лица львины, там, та-та-та-та-та-та-та. Все эти люди тоже нужны для дела. Но очень важно, чтобы среди нас, как и тогда это было важно, были люди, которые знают, что и когда нужно делать. Вот туда пришли сыны Иссахаровы, которые написано, они знали, что и когда нужно делать Израилю. Причем, их было немного, человек 200, но братья их слушали их, понимаете? Вот очень важно, чтобы мы различали время. И вот я хочу вам просто, вас спросить, допускаете ли вы мысль, что вы сегодня концентрируетесь и делаете много усилий, тратите на то, что уже не работает? Я не говорю, что это так, Валентин спокойно. Но мы должны пересматривать и разуметь, а может быть, я делаю то, что уже не работает? В бизнесе все просто. Месяц прибыли нет, начинается кипиш. Бухгалтера сюда, менеджеров сюда, что такое, где мы ищем проколы, потому что месяц нету прибыли, два нету прибыли, ты понимаешь, что вылетаешь в трубу. Церковь, у нас же такой продукт, мы же тоже, ну это бизнес, в общем-то говоря, вы согласны, но у нас есть продукт, мы должны там спасать людей, пленных на свободу, слепым прозрение, ну все это у нас должно, это наш продукт, у нас фирма, которая творит все новое. Иисус нас послал и сказал, идите по всему миру, да? но мы настолько верующие, что это сейчас невидимое, мы невидимое, мы называем как несуществующее, как существующее, мы верим, что это все есть, а его нет уже давно, а мы все так же можем имитировать, двигаться, как будто бы это все работает. И вот я думаю, для этого случая нужны сыны Иссахаровой, которые понимают, что сейчас поменялся сезон, поменялось время, и то, что работало вчера, уже сегодня не работает. Мы не можем сегодня написать фестиваль Иисуса, не, мы, конечно, можем в вере написать, но это не сработает. Мы можем поставить палатки в анализацию, но они не сработают. Мы должны понимать, что для каждого времени у Бога есть свои инструменты. Теперь о времени мы поговорили, просто запомнили, да, идем дальше. Для любого времени нужен человек, правильный человек. Не все могут делать все. Есть призвание Божие, есть дары Божьи, есть то, что на самом деле вот на человеке есть это. И всегда, когда ты хочешь, чтобы было что-то успешное, с активностью найти правильного человека. Вот есть правильный человек, оно работает. Нет человека, оно не работает. И иногда, знаете, люди не на своем месте. Помните, вот это было, когда медведь работал зайцем. Была такая, кто это, Райкин, Райкин, как в лесу, медведь работал зайцем. Свободная вакансия боя, медведя взяли с зайцем. Документ выдали, лишь он заяц, понимаете. И у нас часто вот документ, что заяц, епископ, пастор еще, ты медведь по сути, но документ, что ты заяц, понимаете. И вот это часто трагедия появляется, что человек не на своем месте, нет человека правильного. Даже у Бога всегда вопрос найти правильного человека. Я говорю согласно Писанию. В Писании есть несколько, ну, ну, не то, что несколько, а много мест, где Бог все время ищет человека. Нашел я человека по сердцу своему. И хвалится Господь, что он нашел. Кто пойдет для нас? Вот я, пошли меня. Богу всегда нужен человек. Искал я человека по сердцу своему. Господь, понимаете, постоянно ищет того человека. Я думаю, почему так происходит, что не всякий может все делать? Могу ли я быть оказаться тем человеком, которого ищет Господь? Конечно, я очень счастлив, что милость Божья упала на мою жизнь. И я родился в правильной семье. И то, что я вот увидел, уже мне легче на своих детях это было видеть. Мои родители, они воспитывались по-другому. Вот в советское время главное было выжить. Допустим, я учился на сварщика. Валентин, посмотри на меня. Ну какой я сварщик? Ну какой я сварщик? Ну почему я три года учился на сварщика? У меня не было никого рядом, кто сказал, Серега, ты не сварщик. Я, кстати, ужасный сварщик. У меня все еще и сварочный аппарат. Я иногда еще одеваю рукавицы, я пробую сварить. И когда я смотрю на то, что я сварил, думаю, я точно не сварщик. Но восьмой класс заканчиваю, вы пришли вербовать вот с училища, а на сварщика какая? А я думаю, боже мой, если бы пришли вербовать бы там на санизаторщика, я бы тоже туда пошел. Потому что не было никакой мысли, потому что в советское время диктовало, все равно кем ты будешь, ты же какая разница, ты все равно сектант. Учиться нельзя было. Когда я пришел домой, он сказал, папа, вот на сварщика, да, сынок, иди все на сварщика. Конечно же, я не стал сварщиком. Потому что то, что внутри меня было, оно лезло наружу. И я всегда, я писал сочинения 5-2, допустим, потому что я быстро писал, кляксы там все, но я сочинял на 5. Потому что это дух Божий, дух творческий, он во мне. У меня есть одна проблема. Когда я стою на прославлении, с меня, вот знаете, вот когда дух Божий сходит, ты начинаешь сразу дизайнировать. Я вот стою у вас и думаю, что бы я переделал? Это прямо искушение какое-то. И у себя стою в церкви, так думаю, так, вот это мы так, вот это так, все. Ой, прости, Господи, надо же тебя искать, молиться. Снова начинаешь молиться, через время снова ныряешь в изобретения какие-то. Почему? Потому что у тебя внутри это есть. Ты призван Богом, ты двигаешь процессы, ты визионер. И вот, друзья мои, нам нужно замечать, что у нас внутри. Нам не надо никого копировать. Проблемы в церкви, когда мы копируем друг друга, когда мы пытаемся все залезть на сцену, взять микрофон, вот я должен быть тоже там и пастором, или кто там, раввином, или кем, или музыкантом. И все думают, что служить Богу, это только на этой сцене. На самом деле, это не так. И счастливы те люди, которые от Бога поняли, кто они. Посмотрите, как Иисус моет спокойно ноги ученикам. Почему? Как вы думаете? У них во всех хипиш, они переполох у них, потому что, кто помоет ноги, тот, значит, меньший. А Иисус спокойно моет. Там есть четыре раза слова «знаю». Это 13 глава Иоанна. Зная, что от Бога и шел, и к Богу идет. Человек знает, откуда он, и знает, куда он. И его не очень волнует, как сейчас все о нем подумают. Он абсолютно уверен в себе. Он знает, что не пришел час его, или что-то там за время есть. Он знает, что наступил час его, или что-то такое. То есть время. Нам очень важно знать свое время, потому что бывает, ты уже призван, но еще не пришло твое время. Понимаете? И четвертое. Зная, что уверена ему отцом. Когда мы знаем, кто мы, мы не очень переживаем. Понимаете? У меня нельзя забрать то, что дал мне Бог. И нельзя взять то, чего не дал мне Бог. Я могу, конечно, стараться. Меня пытались копировать. Допустим, люди пытаются, там многие люди пытаются писать песни. Но вы замечали, ставишь песню, вроде бы и музыка есть, и как вроде бы даже неплохо сделано, но чего-то самого главного тебе не хватает. Как будто бы нет там вот самого какого-то драйва жизни. Вот не цепляет тебя. Оно все есть, и как бы проходит мимо твоего сердца. А другой просто вот берет, и тебя оно зацепляет. Причем песни часто работают в разное время. Вот оно работает, а потом оно не работает. Вот все это, как бы я сейчас быстро пытаюсь вам сказать. На самом деле, это вот как раз, когда мы открываем, кто мы, и для какого времени, и что сегодня работает. Поэтому очень важно нам сегодня увидеть время, в которое мы живем, и увидеть, что у каждого из нас от Бога есть свое призвание. И нам нет смысла толкаться между собой. Вот. Я забыл место. Недавно мы с Симоняном школу делали, и он за это говорил, что идут как-то там вместе, и не толкаются какое-то слово, если я забыл, где это написано. Но приблизительно вот так вот. Очень важно открыть, когда мы это открыли. И это, знаете, это я учился тоже в жизни. Я помню, когда я только создал команду Шалом, ну, а характерно ты еще не зрелый. И я же руководитель Шалома. И вот мы там по Германии едем, и, ну, этот миссионер наш главный, и, значит, справа же я должен сесть. А два еще хлопца такие же, как и я, и им так хочется быть первым. Не раз кто первый заскочит. И я не могу сказать, что же вы сели, я же руководитель. И я сажусь сзади, а сам морда недовольный, думаю, ну, что же они так не понимают, что я главный. Они же должны понимать, что я же организовал эту группу. И, знаете, вот мы должны дозреть до того, что ты должен стать всего вовремя, выше. Тебе это абсолютно все равно. Сейчас меня хоть в багажник посади, но я тут знаю, я знаю, что я главный. Хоть на багажник, хоть на крышу. Ты просто это уже, мало того, это уже все знают, друзья, вы понимаете? поэтому нам важно быть довольными и счастливыми на своем месте. И мы тогда в полную силу, не толкаясь, отчего так много проблем, я считаю, в нашей стране. Вот это духовная безотцовщина, вот эта конкуренция, потому что мы на самом деле не уверены сами в себе. Но когда мы уверены, мы тогда очень спокойны, понимаете, мы можем включать свой дар. Мне посчастливилось, я всю жизнь был в одной команде, это вот Алексей Демидович, это мой старший брат, он наш старший пастор. И у нас церковь была такая, что я сейчас переехал в Киев, у нас четыре друга, и мы четыре пастора. И у каждого есть как бы свой сектор, свое направление. И нам не надо было переживать. И допустим, вот финансы, ячейки, я этого терпеть не могу. Одни и те же люди, постоянно с ними возиться, мне очень сложно. Я думаю, если бы я был один пастор в церкви, бедные бы люди были бы эти, потому что у меня цель, вперед все, кто не подходит к этой цели, я могу, ты что тормозишь, вперед за Иисусом. А Алексей, он идет сзади, обнял, поцеловал в лобик, пригладил. Человеку легче идти за Иисусом, понимаете? Мы разные для одного дела в свое время, понимаете? Очень это важно понимать. Теперь главное, а что сейчас? Вот, что сейчас, что за время сейчас, и что Бог ожидает вот от меня? Как вообще Бог зовет человека? Вы знаете, мой опыт показывает, что, конечно, приходит иногда ангел, но, честно, ко мне ангелы только один раз приходили. Это, конечно, впечатляет, я это никогда не забуду, 2 августа 2009 год, я реально пережил общение с Богом, сверхъестественно, у меня три дня телепало после этого, тело как онемевшее, и ангелы служили мне. Это были, кстати, военные ангелы. Тогда еще о войне мы ничего не знали, но у меня призвание чуть военное, если вы видите, да, воевать, пытаться обличать все. Это сложная миссия, кстати. И вот, а чаще всего Бог зовет внутри. Вот мечта – один из языков Духа Святого. Я раньше стеснялся этого, я думал, ну что я мечтаю, как девочка? Я постоянно мечтаю. Вот я мечтаю, я строю, я мечтаю, я там думаю, а вот это так, а вот это так. А это один из языков, как Бог ведет человека. Он не просто, там говорит ему, иди туда, иди туда. Человек сам хочет идти. И Библия говорит, со страхом проводите время странствования ваше, потому что он производит в вас желание и действие по своему благоволению. Желание, страстное желание, ну знаете, его еще можно назвать там мечта, любовь. Это вот оно, его сложно разделить. Вот ты любишь что-то или кого-то, и ты двигайся туда. Вот сидит моя, драгоценная, возлюбленная. Я вам скажу, как я учился вот понимать, что делать. Вот как делать. Она была с неверующей семьей, Аня. Мне было 17 с половиной лет, она появилась в нашем доме как подруга моей сестры, и я влюбился. А я люблю Иисуса, жить для Иисуса. И честно, я скажу, у меня срывалось иногда Иисус, я и жениться не буду, только для тебя буду жить. И тут она появилась, и я прям чувствую, вот она приходит, а мне прям так как-то радостно, я так раз так, она уходит, а мне так грустно. Боже мой, я влюбился, отойди от меня, сатана, во имя Иисуса. Потому что я думаю, это же бесы хотят меня от Иисуса отвлечь. На минуточку, это 84-й год. 84-й год. Книг о вере тогда практически не было. Там первые появлялись такие вот мы, вот только, я мало что знал о вере. Но внутреннее вот это сильное желание, влечение заставляло меня принимать какие-то решения. Через два месяца безуспешного связывания и развязывания я потихонечку прихожу к дерзкой мысли. А если я буду просить Бога, чтобы Бог ее спас, тогда же можно любить? Верующую то можно любить уже, да? И я вот как бы меняю свою, начинаю молиться. Начинаю молиться и поститься. Как вы думаете, что мне сказал Бог? Ничего не сказал. Молчит? Вот. Обычно вот когда молишься, ты чувствуешь как-то, что вот, а тут я не могу понять, что он думает. Я молюсь Иисусу, посты по три дня мне, а не могу понять, что он думает. Как будто бы, знаете, он как спрятался. И естественно начинается, на что можно опереться? Я там раз, начинаю Библию читать, и вдруг попадается мне текст, не хочу смерти грешника. Думаю, она точно грешница, раз я ей не нравлюсь, она грешница. Боже, вот написано, что ты не хочешь смерти грешника. А знаете, что я так искал? Потому что у меня были мысли, пришла такая мысль, а вдруг она не предназначена ко спасению? И вот это, знаете, как нужно было это победить? И я потом нахожу, явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. А, всех человеков. И это дает, то есть, ты учился искать основание, чтобы твоя мечта не умерла, чтобы она оставалась жить. И вот через один год, друзья мои, через один год, внезапно, на одном из вечерних служений, поэтому не пропускайте простые вечерние служения, иногда там чудеса происходят. На одном из вечерних служений сходит Дух Святой, и Бог говорит через человека, который меня осуждал. Меня вообще все осуждали за это. Мы довольно еще были тогда религиозные, и все считали, что любить неверующего – это грех. То есть, Сережа борется с искушением. Причем искушение сильное, у него крыша поехала, он в постах и в молитвах постоянно. Все. И вот этот человек начинает мне пророчествовать и говорит, Господь, сын мой, если бы ты только знал, как мне это нравится. Вот с тех пор, друзья мои, я знаю, что когда Бог молчит, это не обязательно, что ему это не нравится. Понимаете, современное такое инстаграмно-клиповое тиктоковское мышление, бац-бац и все. А у Бога не так. Готовы ли мы за свою мечту платить цену? Готовы ли мы, как бы вот, ну, долго идти за этим? Вот так сильно хотеть, чтобы достигать этой цели? Бог говорит, я дам тебе ее, я спасу ее, я дам тебе ее, и я спасу ее родных и близких. Что Сережа делает? Покупает цветы и бежит, потому что победил. Как бы победил? Я прихожу с цветами, а там тишина, она ничего еще, как бы, не знает от Бога. И она там, скользь мне рассказывает, что ей сейчас некогда, она идет на встречу с парнем. И ты идешь домой грустный, и ты поступаешь во второй класс, когда твоя мечта должна, как бы, вызвать. А второй класс звучит так, вера и осуществление ожидаемой, это первый класс, а второй, и уверенность в невидимом. И ты начинаешь жить в двух мирах, ты начинаешь вот в этой мечте, ты там живешь, когда выныриваешь, тебе страшно, все не так, но ты живешь в этой мечте. И эта мечта, друзья мои, это один из языков Духа Святого. Когда Бог хочет что-то на земле поменять, Он дает человеку мечту. Понимаете? Человек ходит по этим зданиям, и он видит, как вот это будет, это машина ваша внизу. Да вы не представляете, как это круто. Ну, я просто ни в одной церкви, в Украине, ни в одной церкви не видел машины внутри. Наверное, еще скоро не увижу. Вы первопроходцы, кто-то это увидел. Кто-то увидел, это стиль крутой, куда молодежи, просто им зайти сюда, и они вообще остаются сразу. Только вот из-за этого они уже понимают, что это круто. Понимаете? А это же не все видят. Вот это рождается, вот это там внутри рождается, и оно растет у тебя внутри. И, конечно, я не знал, что мне еще нужно будет пять с половиной лет ждать. И жить в этом мире двойном, когда ты веришь, а внешне все это не так. Мы уже 30 лет вместе. Семь лет было это вот с момента влюбиться и до свадьбы. Семь лет вместе. И иногда, когда я это рассказываю, люди подходят, говорят, ну, конечно, за такую можно было семь лет молиться. Понимаете? За любую мечту, которую ты для себя высоко оценил, за нее нужно сражаться, и это того стоит, друзья мои. И это реально меняет, это то, что меняет наш мир. Я вас очень хочу попросить, подумайте внимательно. Время, что сейчас работает, вот что сейчас нужно делать. Если у вас, вот тот ли вы человек, который говорит, Боже, вот я вообще не буду переживать, как что вокруг, кто я, тебя знаю, кто я. И вот мечта, за которую просто день и ночь можно валить и что-то в жизни сделать. Меня никто не прислал сюда, в Одессу. И я, честно говоря, конечно, там краем где-то ухо, думаю, я чуть отдохну. На самом деле, меня сюда привела мечта. У меня снова мечта в жизни. У меня 55, и я снова мечтаю. Мне очень, очень просто, я возмущен, и мне абсолютно не нравится, что христиане недооценили вообще время, в котором мы живем. Что вот сети социальные, YouTube, Instagram, TikTok, это совершенно новая возможность. А мы ведем себя так, как будто бы это все сатана придумал. И там сатана, и там вот туда мы как бы... Я знаю церковь, который до сих пор запрещает регистрироваться в Facebook. И что получается? Я могу с вами сделать эксперимент. Если бы он не играл, я бы подумал, что еще время есть. Смотрите. Вот забиваем, сегодня забиваем. Допустим, кто-то сейчас здесь, там на улице, хочет застрелиться. Достал пистолет, протер его, думает, зачем жить? Нет смысла жить. И тут такая мысль. А может изменить жизнь? Можно мою поганую жизнь изменить? Да, я забью. И он забивает. Как изменить жизнь к лучшему? Вот как вы думаете, мы со своим ответом попадем к нему? Ему попадется Пентасевич, ему попадется какой-нибудь гуру, ему попадется какой-нибудь буддист, ему попадется какой-то там коучер по медицине, который там скажет, больше пей воды, иногда на сторону ходи, раздружай себя эмоционально. Понимаете? А мы нет. Потому что мы верим, что Иисус, Господь, Он царствует здесь. И если этот грешник вдруг засунует пистолет в карман и придет, мы его спасем. Но понимаете, мы не оценили, что сейчас другое время. Поэтому нам нужно сегодня сконцентрироваться и увидеть, что поменялось время. И все прекрасно в свое время. Нам нужен доступ к этим людям. Бог там, где люди, а люди сегодня в интернете. Если, вот смотрите, если мы наполним интернет реально живым продуктом, классным, креативным, конкурентоспособным, понимаете, не так, что смотришь и плакать хочется. Думаешь, ну как, на чем он это смонтировал, на что это он снял, понимаете? Поэтому мы должны послать молодежь учиться. Мы должны потратить свои деньги, церковные деньги, на оборудование правильных комнат, вот таких современных, стильных. Стендапы делать. Вот схожу в рекламу, там тот, тот. А представьте себе, кто-то очень классный, современный, который высмеивает современные какие-то моменты и показывает ценности христианские. Мы вчера гуляли, вот Станин с Валентином шли вот по набережной. И каждый клуб зазывает. И девки танцуют на входе, и громко все, друг друга перебивает. Каждый тащит человека. Человека в свой мир, в свое, в свое вот это проклятие, в свою вот эту, знаете, суету, там, где человек потеряется. Но Дух Святой по-прежнему хочет спасать. И Дух Святой, я верю, вот этим людям, с вечера нагулявшимся, до утра добравшимся, они просыпаются, и им тошно на душе. И наверняка не забивает, а вообще в чем смысл жизни. А нас там нет, друзья мои. Я вас очень прошу, нам нужно увидеть сегодня новое время, новые возможности. если старое не работает, то 100% у Бога что-то есть. Нам не надо печь торты, которые мы не можем продать. Нам надо выпускать что-то другое, что люди сейчас, как малыш говорит, что заходит сейчас, понимаете? И там мы открываем свое счастье и свое призвание, там мы наслаждаемся. в конце служения вы сможете, если захотите, приобрести книгу, она называется «Дуэль, на которой меня убили». Там, где я более подробно рассказываю одну из величайших вот свою мечту в жизни, которую вот я случайно обнаружил. Это мечта здесь сегодня среди вас. Наш сын Ники. 16 лет назад жена меня затащила в больницу, где брошенные дети были. И я такой большой служитель, думаю, сделаю вид, что я в принципе как бы присматриваюсь, но внутри я знал, я точно не хочу брать, потому что я слишком был занят собой. Но та встреча все изменила в моей жизни. И мы не только имеем хорошего сына, но все эти 16 лет через медиа мы изменили ментальность тысяч людей, которые взяли деток в свои семьи. Я, честно говорю, я не преувеличу тысячи детей в семье. И это сделали с помощью медиа. Я вам скажу, последнее пробуждение будет связано с медиа. И нам нужно концентрироваться сегодня на этом. Нам нужно быть готовыми к этому, выучить это. Нам нужно создать такую площадку, инфраструктуру. Вот в Одессе у меня мечта, чтобы церкви перестали, знаете, между собой там что-то, коалиции воевать, а создали такую площадку, потому что легче вместе это сделать. Представьте, если по всем городам начнутся вот эти площадки, прямые эфиры, где молодежь, не мы, молодежь, современная молодежь, на современном языке создаст такие клипы, ролики, программки, блоги, песни, клипы, рэпы начитают, все, что угодно, где отдадут свои ценности и вот там с набережной вытащат часть людей и переведут их к Иисусу. Потому что великого поручения никто не отменял. И, друзья мои, это не то, что нас кто-то просто заставляет, это то, что может выйти из мечты нашего сердца, которую возбуждает Дух Святой. Я продолжаю мечтать, потому что я верю, что Бог мечтает об этом. Бог создал сейчас такие ситуации и обстоятельства, чтобы мы могли сегодня через это спасти людей. Я верю в пробуждение, которое... Ну, не верю, что вот так все будет хуже, хуже, хуже. Мы тихонько будем собираться, и Бог нас здесь как-то доведет до вечности. Я верю, что Бог еще очень многих людей хочет спасти. Он готовит к этому людей. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, Ты Бог наш. И сейчас Ты говоришь к нам. Я прошу Тебя, Дух Святой, захвати наши сердца и вложи в свою мечту. Дай нам увидеть, кто мы в это время, что Ты хочешь от нас в это время. Боже, сделай нас сумасшедшими мечтателями, которые просто перелазить будут через стены, через преграды, ползти, грызть, если нужно, Господь, воевать, сражаться, но сделай то, что в Твоем сердце. Потому что я верю, что Тебе по-прежнему, как и тогда, когда Ты меня учил, очень сильно нравятся люди, которые сильно в жизни что-то полюбили, хотят этого во имя Твое и готовы за это платить цену. Пусть и в этом городе, в этой общине Ты найдешь таких хороших, благословенных, сумасшедших мечтателей. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.